Здарова! Вы на канале RC Tabac, с вами я, Дэн. Надеюсь, вы не кашляете. Я думаю, все уже довольно прилично насиделись дома, уже поковыряли кузова, понастраивали свои шаськи, и ручки-то чешутся, да, надо покатать. Согласен со всеми абсолютно, наши шаськи лежат не просто так. У нас не стендовый моделизм, и необходимо катать, необходимо чувствовать, вот это вот все дело крутить-вертеть, и как бы получать удовольствие от всего происходящего. Но мы сталкиваемся с серьезными проблемами. Наши шаськи дико шумные. Первое, они очень громкие для тех, кто живет с нами в одной квартире. Второе, они охренеть какие шумные для тех, кто живут ниже. И третье, это то, что колеса, которые мы используем для дрифта, тупо могут испортить напольное покрытие дома. Ламинат, паркет будут поцарапаны и уничтожены. Надо с этим что-то делать, и я знаю, что сейчас поделюсь с вами идеями. Основная проблема заключается в том, что резина, которую мы используем для дрифта, состоит из пластика. Из жесткого пластика, который при контакте с поверхностью создает звук. Даже если мы просто катим, он шумит. Давайте-ка я прифигачу колеса прямо на шаську, и мы посмотрим и наглядно прочувствуем, как это по ламинату хреначить на такой резине. Братва, я думаю, вы все слышали сами. Звуки от того, как наваливает боком тачка, больше похожи на работу перфоратора. И именно работа перфоратора так сильно не нравится тем, кто живет чуть ниже, чем мы. Ну и, соответственно, всем, кто живет с нами. А пластиковая резина после себя оставляет микроцарапины на любой поверхности, поэтому лучше так не делать. Но катать все равно хочется, поэтому надо как-то решить этот вопрос. И я знаю как. Необходимо взять мягкую резину, которая, в свою очередь, будет за счет демпфирования гасить все вот эти вот неровности, все удары. И во время проскальзывания не будет создавать этого жуткого звука. Резина будет работать как, ну, изоляционный что-либо материал. Такую резину я нашел. Выглядит она вот так. Это обычные слики, мягенькие. И если мы их сравним по ощущениям с резиной, на которой мы катаемся, они значительно мягче и звука никакого не создают. Но помимо всех плюсов от этих вот прекрасных колес, у нас есть и минусы. Да, это не шумно. Да, это не царапает пол. Но и дрифтить вы на них не сможете, потому что это резина. Она имеет зацеп. Она цепляется. И тачка будет просто набирать скорость, наваливать боком будет плохо. Что с этим делать? Есть ответ. Ответ такой простой, что прям вот. Это обыкновенный малярный скотч. В данном случае у меня лента Тесса. Можно использовать обычный малярный скотч. Он шире, правда, придется его чуть-чуть подрезать. Но суть одна. Мы берем задние колеса, которые у нас ведущие, и делаем пару виточков этого скотча вокруг них. Скотч не такой мягкий, как эта резина, и будет хорошо проскальзывать. При этом он не будет царапать пол, а основная часть резины и колеса не будут создавать жестких звуков. Поэтому я думаю, что основная проблема наваливания боком будет решена. Давайте попробуем сделать и протестировать. Задние колеса у нас выглядят вот таким вот образом теперь. Да, понимаю, с эстетической точки зрения не особо. Но работать эта штука должна безотказно. Передние же колеса мы оставляем такими, как они есть. На крайняк, если будет перезацеп, можно также обмотать их лентой, и все пройдет. Давайте поставим на тачку и протестируем. Ну что, братва, вот такой вот немного очевидный, но все-таки лайфхак. По итогу, для того, чтобы хорошенько навалить дома и при этом никому не помешать, нам понадобится малярный скотч и резиновая резина. Тавтология, ну да ладно, главное, что решить вопрос с избыточным шумом удалось. Фактически у нас остался только звук от кулера, ну и немного шума от трущихся колес по нашему ламинату. Однако ни царапин, ни перфораторного звука для соседей, которые живут снизу, больше нет. Подводя общий итог под этим видосом, я могу сказать, что раздать боком дома это вполне себе возможно. И такая вот небольшая махинация с малярной лентой и резиновыми колесами поможет вам хорошо провести время в такой сложный для всех час. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Братва, я искренне надеюсь, что этот видос вам понравился и был для вас полезным. Если у вас есть какие-то наблюдения или свои идеи касательно этого повода, то пишите в комментарии, я обязательно их прочитаю и отвечу. Если вы еще не подписаны, то я прошу вас, конечно же, подпишитесь. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосы. Про комментарии я вам все рассказал. Вы были на канале RC Tabac. С вами был я, Дэн. До новых встреч. Угла вам и добра. Покеда.